Второй спасатель запрокидывает голову, открывает рот и очищает ротовую полость от посторонних предметов и жидкости. Первый спасатель начинает делать компрессии грудной клетки. При этом он кладет основание одной ладони на середину грудной клетки, а вторую ладонь на первую и пальцы обеих рук скрещивает, сцепляет в замок. Руки и спина спасателей должны быть прямыми. Второй спасатель запрокидывает голову, открывает рот, зажимает двумя пальцами нос и делает два глубоких вдоха. При этом следит за грудной клеткой подсказавшего, она должна подниматься. Продолжаются компрессии. Делается 30 компрессий и два вдоха. Через каждые две минуты проводится контроль пульса и пострадавшие меняются местами, так как самые тяжелые это вдохи. Сердечно-лёжная реанимация проводится в течение 30 минут. Или если её проводит не медицинский работник, то до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Или до восстановления функции дыхания и кровообращения. Спасибо за внимание. Катюшка, молодец.